Всех приветствую на канале NonomEasy. Меня зовут Дмитрий. И сегодня я вам хочу показать, а вернее начать видеокурс по теплицам. Как говорится в одноименном сериале, лето уже близко, поэтому нам надо готовиться к нему. Так как мы все садоводы-любители и хотим изучать программу SolidWorks, я бы хотел с вами запроектировать теплицу из поликарбоната на металлическом каркасе, чтобы мы смогли ее сделать своими руками. Теплица у нас должна быть рассчитана на три прямоугольных грядки. Она будет немаленькая. И получается для того, чтобы определиться с габаритами, нам надо сначала отрисовать грядки, и после этого мы поймем габариты нашей теплицы, и начнем ее рассчитывать и прорисовывать. Для этого нажимаем новый файл создать. И первое, что делаем, это мы делаем эскиз, и на виде сверху нам надо сделать три прямоугольничка. И что мы делаем? Грядка у нас будет 700 мм шириной и 3 м длиной. Также у нас будут между грядками проходы. Проходы у нас будут по 600 мм. Да. Вернее, сейчас заложим 700, но в итоге будет 600. Вы поймете почему. Потому что у нас еще доски, которыми выгораживаются грядки, они также будут у нас 50 мм. Отсюда у нас получается, что проход изначально обозначен как 700, но по факту будет 600. Так, сбился. 3000 делаем. И третья грядка у нас почти готова. Получается, теплица у нас будет с двумя входами. Может быть с одним, кому удобно будет проходить. Так, кругом. И третью грядку. Лучше, конечно, сделать еще дополнительно здесь возможность прохода при входе. Поэтому сделаем 700. Сейчас покажу, что я имею в виду. И 3000. Итак, у нас два ряда таких грядок. Поэтому мы откладываем. Вернее, мы не откладываем. Берем линейный массив эскиза. Ось Z. Так. Объекты в массив. Выделяем. Контр. Не нужно зажимать, получается. У нас тот проход тоже должен быть 700, как минимум. Поэтому мы по оси Z мы должны отложить. Так. Обозначаем вот эту линию. Не обозначается. Так. Ух ты какая. Не хочет нам помогать. Ты смотри. Да чтоб тебя. Эй. Ну, начинай. Зачем так? Так. Направление нам Z нужно указать. Мы не можем его указать. Поэтому придется нам отрисовать. Нам же не сложно. Кстати, сейчас подумал, почему бы мы проход, допустим, галереи 1000 миллиметров не сделать сбоку. Да? Почему никто не делает вход сбоку? А мы сделаем. В своей теплице вы можете сделать какое угодно. Я говорю, что сейчас мы сделаем вход сбоку. И у нас тем самым сэкономится почти 2 метра. У нас будет доступ ко всем грядкам. И при этом при минимальной дистанции. Нам не придется проходить сквозь всю теплицу. Если мы этого не хотим. И при этом у нас будет очень широкая дверь. Так. 700. 700. 700. Опять же. Продолжаем. 700. Говорит слово. Так. Теперь говорим несколько раз слова 3000. При этом обозначаем. Так. Ну что ж. Так. 3000. Что мы делаем теперь? Теперь мы откладываем на нашем эскизе по 50 миллиметров с каждой стороны. Цепочку не будем выбирать. Для чего я поставил вот эту метку. Чтобы эскиз, вернее это действие не закрывалось после того, как я выполню действие. Ну как сказать. Так и сказать. 50 и 50 с этой стороны. Так. После этого мы соединяем наши 50-ки. И у нас получается не хочет двигаться. Что мы делаем? Мы можем удалить взаимосвязи. Это плохо. Поэтому мы просто удаляем сейчас. Так как у нас уже на 50-ти. То мы спокойно сможем отложить. Так. Откладываем. Теперь здесь даем размер 50. 50 есть. И даем здесь последний 50. Ну предпоследний. Соединяем. Даем 50 отсюда. Даем 50 отсюда. Вот. Вот у нас получился габарит внутренних стен. Габарит внутренних стен. Так. Что ты? Ругайся. Наши теплицы. Ругается опять же. Не хочет нам помогать. Сейчас мы его померяем. Так. И считай с габаритом мы определились. У нас получается. 3.600 она должна быть у нас в теплице. На 4.30. Нет. Неправильный размер. Вот мы сейчас отложим правильный. Эй. Что ты будешь делать? На 7.100. 3.630 на 7.100. Вот наши внутренние стены. Получается нам надо будет сделать каркас, у которого внутренние стены будут равняться 3.600 на 7.100. Что ж. Мы запомнили этот эскиз. Молодцы. Выходим из него. И. В следующем занятии мы с вами создадим 3D эскиз нашего каркаса. И надеюсь сможем рассчитывать его по прочности. По воздействию ветровых нагрузок и по воздействию снеговых нагрузок, если такие вы и будут являться. Поэтому всем, кому интересна эта идея проектирования собственной теплицы из металлокаркаса, то присоединяйтесь к курсу. Обязательно комментируйте. И надеюсь, это вам поможет сэкономить деньги, либо открыть свое маленькое дело. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok